Итак, друзья, мы продолжаем смотреть решающую карту, да, матча в ИНТ против Айви. 1-1 счет, в ИНТ вернулись в серию, очень уверенно провели вторую, именно переиграли как надо. Айви придется прыгнуть выше головы, мне кажется, для того, чтобы выиграть этот матч. На дистанции они все равно смотрятся попредпочтительнее. В ИНТ и играют они получше, Айви просто, ну, наверное, команда несколько другого уровня. Посмотрим, справятся ли они с новым драфтом, потому что набирают довольно любопытно Тимбер, Бистмастер и Брюмастер. Мне кажется, что слишком много героев, которые потенциально могут сходить в сложную линию. И Мирана также есть у них, очевидно, кто-то из этих товарищей пойдет в центр, и как будто бы похоже на то, что это Тимбер, да? Против Зевса. Так. Ну, нужен кор какой-то. Не знаю, все гораздо проще как-то и логичнее у ИНТ. Есть сильная нынче нага, есть два таких универсальных саппорта с контролем, есть просто нюкер на центре с ганг-потенциалом, который линию здесь не должен проигрывать даже Тимберу, или кому угодно. Гораздо проще у ИНТ. А что думает по этому поводу лига ставок? 1.65 на них и 2.13 на Айви. Ну, вот такие коэффициенты. В принципе, примерно первоначальным значением мы и вернулись. Нужен какой-то оффлейнер в ИНТ. Мне кажется, вариантов еще достаточно много. Можно вообще вспомнить про какого-нибудь, не знаю, Некрофоса. Время не вагон для того, чтобы сделать последний выбор. Вот. Спасибо. Тайд Хантер. Ничего себе. Давайте подумаем. Линию он здесь против... А, против кого? Против Медузы, да? Против Медузы это... По идее, по идее, не самая сложная линия для Тайд Хантера. То есть это что-то наподобие Тайд Хантера Тини, да? Тут и Медуза будет фрифармить, и Тайд Хантер будет фрифармить. Какая-то очень такая вязкая дотка будет, где будет довольно мало фрагов из-за того, какие первые позиции у нас. В последнее время вижу, как Медуза побеждает Нагу, но при этом до сих пор не считаю Медузу более классным героем, чем Нага нынче. Да, это Медовый Тимбер, конечно же. Как будто бы Тайд Хантер добирается до Блинка Аганима, и игра заканчивается, нет? Да, мы с Тимбером несложно справляться с таким количеством магического урона. Именно с Армора будет очень много. И, я не знаю, нынче не модно, конечно, на Нагу покупать Дефизл Блейд. Но я, кстати, не понимаю, почему против Медузы конкретно не берут. Есть же опция, да, сжигать ману, чтобы быстрее справляться с Медузой. Почему бы не брать на Иллюзионисте недорогой предмет, который потом тебе сильно в будущем поможет. Там потом просто появляются ведь только дорогие айтемы на Наге. То есть это не герой про Фалкон Блейды. Это герой именно про... Очень дорогие артефакты. Где-то между ними диффузы, погнали. Нет, что-то с Дот происходит, я не знаю, в чем дело. Не, в ИНТ очень симпатично. Здесь еще и саппорт Бремастер. Вот этого я тоже не совсем понял. Стрела в героя не попадает. Две руны забирают дайер и возьму третью. Будет три руны. Ну, мне нравится в анти больше. Не знаю. Если бы Тайтхантер провалил свою линию, например, ну, такое бывает против многих матчапов, то, наверное, можно было бы поверить, что Медуза выфармит, всех там победит. Но Тайтхантер тоже должен быть большим. Ну, что такое Бремастер первого уровня? Вот он пришел в пятой позиции и что-то там пытается мешать. Но вот он получил на полстолба даже больше и сразу же убежал. Я позволил. Пока начинает Родиант крипов добивать неплохо. Ну, Тимбер на опыте, да, я смотрю. Тоже там 25+. Наиграл какое-то время. Но опять же, ты вот сколько не наигрывай, когда ты играешь против кучи кастеров, а здесь кастеры есть, но это Тинни, это Зевс, в первую очередь Зевс, это Джакира. Когда ты играешь против кастеров, вот сколько бы ты не наиграл, каким бы опытным Тимбером ты не был, но ты ничего не можешь там после 30-35 минуты. Вот вообще ничего. И рано или поздно наступит момент, когда Тимбер просто потеряет свою актуальность в этой игре. А ведь нужно еще хотя бы early game провести так, чтобы быть полезным. Что значит полезным с центра? Это бегать, гангать, фраги делать? На ком? Нагу искать там по лесам? Не представляю, как сейчас играют медовые Тимберы и чего от них ждать, насколько можно действительно быть важным, да? Полезным. Так, здесь убивают кого? Брюмастера. Пятерка-брюмастер. Что нужно, чтобы на пятерке брюмастер был полезен? Ну, в первую очередь поднять уровень 6. Наверное, расчет на то, что он с милишниками может там как-то размениваться, но не может. Против двух милишников с сильным прокастом тяжело, безумно. Он, конечно, обеспечивает Медузе какую-то свободу, но, как мы видим, Медуза пока тоже не идеально крипов добивает. Сверху еще и Бестмастер отъехал. Ну, только Тимбер. Только Тимбер в соло. Может это спасти. Нега мне точно нравится больше, чем Медуза. Какой-то билд еще интересный против Медузы конкретно возьмет. Совсем будет хорошо. Так, здесь Брюмастер. Ну, вот он, Брюмастер. Не просто его выкинул. Пивко разлил, но выжил. Выжил. Молодец. Самое главное, выжил. Да, он сам-то никого не убил, но выжил. На топе, Нага. Брюмастер снова погибает. Здесь размен может быть другой, правда, части карты. Мирана делает фраг на Джакира. Пытаюсь пофиксить как-то доту, но я не знаю, она просто лагает. Это не интернет, это не стрим, не ОБС, ничего такого. Это именно что-то с дотой. Тимбер по итогу топ-1 спустя 5 минут. Какой-то плюс. Брюмастер погибает на топе. Мирана пытается выйти в спину к Зевсу. Ну, не знаю, Зевс сейчас доберется до уровня 6 и на всех линиях станет очень тяжело ребятам, потому что он будет вот в таких ситуациях просто добивать, да, и вы всегда будете делать фраги. Пока он даже не нужен, пока и так хватает. Зевс же делает килл на Миране. Но у него просто мана на ультимейте не хватило, он бы наверняка его скастовал, чтобы помочь. Снизу Тайтхантера пытается здесь как-то пробить Медуза, но она без маны, но есть манга и... Манга, кстати, полезная вещь для Медузы, именно с той точки зрения, если на нее будут нападать. Когда тебе там ману выбьют, ты сможешь прожать пару мангусов и как будто бы еще немного пожить. Тимбер сейчас заберет себе реген или сломает кто-нибудь, кто-нибудь сломает реген или возьмите... Ой, молодцы, ой, молодцы, как я забрать. А Зевсу отдают. Как же грамотно. Как же четко сейчас они здесь все разыграли. Я после такого бы сдался просто и пошел ждать следующий игровой день. И посмотрите, ему же до сих пор регена тут никто сбить не может. Забивает только сейчас. Ну и все, это минус Тимбер. Самый богатый герой был на карте вообще. Два саппорта заходят, пытаются напасть на Зевса. Реген ему не все восстановил, поэтому маны на большое количество молний не будет. Но, возможно, хватит пары нижних для того, чтобы убить Брюмастера. Четвертый левел у Брюмастера. И вот так вот, да. Стрела не точна. Нага продолжает здесь качаться. Тоже никто ее не напрягает толком. Брюмастера. так в топе мастер не сможет он здесь джекира убить не вышку спушить ближайшее время нага приходит она сетка если что вот так вот на самого без мастера нападают помнят что у зевса есть и можно будет вопрос так остановить если потребуется пока не нужно пока не нужно пока и так хватает своими силами должны добивать жадина жадина на зевсу и состилил фраг здесь тине со спины нашел мирану дальше за вышку собираются заходить бестмастер только-только из таверны 60 секунд у него до телепорта может отправиться в таверну снова но тимбер приходит на защиту джекира здесь зажмут джекира убьют конечно максимум дамаджа выписал а тут тине снова он очень хочет забрать бестмастера потому что это вторая смерть подряд мега килл куропатыча его тоже спиливают но обломать фарм бестмастеру и отправить его на дно по нетворсу это хорошо так здесь нападение на макса того есть капли у того есть стики ульт пока не прокачен и скилл поинт он не оставил если придет зевс они легко справятся с медузой зевс сейчас найдет шикарную руну на гав лесу уже качается медуза пока имеет поменьше сам богатый герой вообще тимбер так тем временем действительно на медузу вышли всю ману и сожгли но здесь тимбер приходит он своего керри в обиду не дает севс это же брю мастер это же брю мастер до сих пор пятого левела тайтхантера восьмой но нет маны мне кстати не нравится когда на тайтхантере вообще ничего на ману не берут мне кажется какой-то один предмет вот либо сол ринг либо arcane boots нужно иметь ты вот сколько не набирай там себе владмирс ну не будет тебе хватать если ты хочешь все-таки периодически фармить да то это обилка тебе обилкой смысле якорем своим тебе необходимо иметь много маны вроде бы 70 всего лишь монокост но это периодичность который кастуется этот скил требует огромного монопула либо большого регена и владмиро точно не хватает для этого а если ты еще потом хочешь взять себе агоним да и гаши каждые 7 секунд раскидывать но не ошибка брать не ошибкой будет иметь и аркин бутс и сол ринг и рано опять что-то с дотой больше двух тысяч уже за войн тим тайтхантер летит защищать свой tower защитник маны на один скилл все раурь ждать не может не 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 надо все-таки что-то на ману иметь брюмастер свой шестой апнул видимо книжку съел но у него даже сапога нет бедолага тратычный творц нагая приезжает медуза уже на полтора к доза может фармить быстро но для этого ей конечно нужен хотя бы один артефакт хотя бы я же уже иметь здесь вообще будут гнаться за этой медузой телепорты уже нужны не вижу ни одного из них продают медуза без вариантов и сразу же будет с охотно т-1 в миде тут тайтхантер пытается один гонять кучу людей вот он наконец-то промил сплит ну смотрим тайтхантер с рэвиджем рэвидж надо давать вот он пошел попал по троим ульт зевса сверху все хорошо здесь можно убить быстренько бестмастера бестмастер выживает тимбер продолжает пилить по тимберу урона никакого никто не наносит зевс там от брю мастера бегал все это время брю мастер пытался его контролить зевс мега килл по итогу жив бест мастер у зевса маны очень мало гаштам пока только в единичку как будто бы все под контролем у анти как дела у айви в этот момент у айви медуза слишком маленькая пока она не может включаться команде не сможет еще очень долго самое главное что бестмастер очень мало имеет вот только доминатор по-хорошему overlord уже нужно иметь к этой минуте или быть максимально близким к нему здесь же 15 минута этого предмета еще нет он линию проиграл несколько раз умер на ней имеет 5 уже смерти это безумно много а в анти могут сейчас играть от рэвиджа до рэвиджа лучше конечно играть почаще просто потому что у них тимфайт сейчас точно не хуже они побогаче у них уровне повыше и пользоваться просто слабостью медузы более через драгон лайн сыграть не яша и драгон лайн сам по себе хороший артефакт но фарм практически не ускоряет в отличие от яши джакира погибнет джакира не погибнет судя по всему мирана hunter пытается бежать за бестмастер бегун из него так себе да не марафонец он не спринтер вернее скрее марафонец многое может пробежать тут надо теперь бежать всей команде пак сейчас сломают и будут пилить тэдхантера тени готов будет если что просто дать свой прокаст ой как они встали то втроем и рэвидж то есть и вот он прокаст тени но если фокусит у брю мастера пока запокусили только мирану брю мастера не хватает маны вот сейчас мана появилась он пошел но может не хватит даже близкости на самом деле можно разворачиваться просто убивать этих духов ладно полезность брю мастера на пятерке не доказано в этой игре чем дальше тем сложнее себя будет реализовать дальше просто сети духи будут отъезжать и он не сможет там по три по четыре раза кинуть их обилки в драке он будет вставать по разу в лучшем случае потом либо бежать в страхе либо погибать а на го тем временем стине вот такими вещами занимается саленц будет брать себя после монта ставил почти снесла т2 вышку на нижней линии брю мастер на защиту прибежал ну так себе защитник по-хорошему можно прогонять брю мастера тэдхантер там тем временем разбирается джакира на двоих с медузой без рэвейджа и и вышку также ребят сносит пустили мирану липы есть есть тогда не взять здесь мирану девс качается в лесу девса много что тимбер то где импакт от тимбера оцените импакт тимбера он для чего берется для того чтобы немного урона от ноги получать сомнительный плюс рор просто чтобы выжить вообще-то править скоро 10 секунд буквально остается пешком будет заходить хотя почему пешком тени же да может доставку устроить на энжентах пытается качаться мастер или медуза там неважно кто из них любом случае обоих прогоняют сайленс тут видите еще какая схема тут реально на ульт медузы ты отвечаешь ультом наги и все и ульт наги он тратится так как раз для того чтобы отступить и тут не обязательно отступать вам надо просто переждать стон гейс и вы готовы так там на топе убили не потребовалось при этом рэйвэдж тратить и все и можно оставаться файмал сплит допустим хотя бы кого-то ну хотя бы зевса тут так уж получилось что зевс отрезан от своей команды тени просто прыгнул выключил мирану зевс прыгнуть пока не может зевса распилили наконец-то рэйвэдж поздновато немного долетел но если убьют всех остальных то я думаю это устроит командовой анти они четверых по итогу заберут живых остается только тимбер ну и по нему можно работать он один он держит удар но маги это тоже достаточно да нет тут забейте тут тут безвыходная же ситуация рошана бить не стали решили что-то 2 будет предпочтительнее 2 никто не дерется за рошана там может быть кто-то и выкатился бы с другой стороны у вас ведь нет рэйвэджи до чтобы принимать бой там на рошане сейчас я уверена не без него сильнее сердце будет покупать себе нога есть элебарда против медузы брюмастер где-то в очередной раз отъехал сколько 08 у брюмастера 08 3 она просто бежит и не не допрыгнул немного вообще иллюзия ноги не сама нога реверс через 50 секунд там ведь их играл в таком случае на списание еще одна игра будет на первом канале я туда перейду ко мне кто-нибудь из коллег присоединиться по моему лосс сегодня и мы будем смотреть последний матч уже на первом канале это будет матч между ну ссори и но увижу команды у каждой из которых чего-то нет так тайтхантер просто занимает эту точку да и никого не пускает медузу подальше выкинули тайтхантер заходит пешком рэйвэдж дает разворачивается приморозили медузу сейчас ульта закончится и ульдзевса пошел индустрии два байбека сразу же медузе выкупать совсем не хочется там network 7800 что смеяться 15000 ноги если он выкупится во первых он бесполезен будет при выкупе если выкупится той экономики не будет совсем и следующая смерть поставит точку в игре слип сайленс на бремастера смотрите какие куски от него отрывают шел бист мастер со своим симоном джакира пока удалось только забрать ой как засыпал тени троих хорошо всех подловил зевс уже рядом бист мастера просто бьют бист мастер успевает кинуть рор перед смертью там нога цепляет медузу кстати медуза под сайленсом медуза что с лицом но тяжело тяжело но тут драфт конечно проигранный бремастер пятерка оказался абсолютно бесполезен ничего с этим не поделать очень сомнительный вот этот тимбер в мид против зевса тут вроде был богатым а толку от этого когда вся остальная команда не может играть ему-то по кайфу он там что-то побегал крипов побил пару героев спилил команда страдает команда будет терять сейчас барак милишный надо добивать у тебя сердце у тебя 3000 хп 27 брони что здесь может помешать мастер подошел все три гена в секунду отступать никуда не надо можно пройтись по низу можно рошан наконец-то сходить они же там не были еще сколько дата плюс дает 99 процентов да маловато будет по-хорошему но это невозможно проиграть чтобы это проиграть надо вот перестать играть с минут на 10 наверное настолько огромный запас уже всякое бывает дочь но это не тот случай ногу пытаются забрать нога была здесь одна хватит урона слип ну вот пожалуйста опять слип в ответ на стонгейс нога немножечко еще споригенится сердцем и можно разворачивать драку можно 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 есть рэйвидж просто развернись дай рэйвидж по всем вот так вот конечно по тине под ульдзевса минус 1 минус 2 минус тимбер остается медуза 1 погиб только тине сейчас заберут медузу и наверное мы увидим гг без вариантов все фуловые да на самом деле третья карта получилось худший по содержанию по интриге на 1 2 мы могли там искать варианты для отстающих команд на 3 увы таких вариантов по крайней мере реальных не осталось нагло ломает второй line при этом не сдаются айви терпит ждут чего-то что он все еще стоит при том что двух сторон тоже нет как раз дождаться рэйвидж хэдхантер играет через шарт и тоже сердце решился купить прикольно как эту тушку убивать и не выкидывает мирану стонгейс пошел просто герои развернуться отойдут тонгейс закончился нага цепляет медузу просто избивают тимбера туда же пусть рядышком стоят ну кстати много много урона получил нагу спилили лол тэйдхантер выжил праймал сплит вне драки уже вне команды просто нажал зевс он забрать не сможет никого забрать не сможет не должно же тут хватать вот теперь джакира пострадает правда раньше пострадает брю мастер как же им больно рэйвидж открутился тратят на медузу за 1 ману потихонечку ей выбивают стонгейс кстати из-за того что рэйвидж не под нагу был урона не хватило и зевс самое главное был без маны вот будь у него хотя бы маны там 600 700 он бы наверное справился с медузой так простили простили и рэйвидж потратили и и и и и и и и Тимбер Блинк себе хочет взять Наконец-то заходят на Рошана в АНТ Первый Рошан все еще полчаса игры позади Ну это как в пабликах, да? Там тоже бывает Первые Рошаны падают очень нескоро Даже при огромной доминации Хантера минута до реведжа Бестмастеру желательно отсюда уйти На тени не отпускает Куда бросать, правда? Некуда было бросить Поближе к тиммейтам Нашел единственную точку Бестмастер за счет этого Успеет уйти Так Зепс не с командой Куда Зепс пошел? Вот куда он пошел? Вот куда? Я не понимаю иногда Команда Идет по Последней линии Мне тут почти 30 тысяч Есть Аегис Чего-то не хватает Аганима На Зевсе По-моему и без него справлялись На Аге может быть еще Три артефакта нужно Брюмастер ультанул Начал бить Тейдхантера Там 4000 хп Тейдхантера бить не хочется Он сам кого хочет Прибьет Эффективное использование Ульта Брюмастера Только что мы наблюдали Тейдхантер сам начал бить Раз никто не помогает Взял себе талант Правый на 20 левеле Сбьет вышки Якорем Реведж нажимается Опять Под слип Но это Скорее защитный Такой вариант Минус Брюмастер Четыре героя В живых Нага просто уйдет Вот у нее Аегис Она может могла и остаться Слип Допустим Там шард есть Ну без Тимбера Без Брюмастера Драться-то толком некому Остается вот только Медуза У которой два артефакта За полчаса ГГ 2.1 Но это можно было сделать После первой стороны На самом деле Они просто побегали еще И вероятнее всего Аэби просто Турнир покинут наш Так как займут сейчас Пятое место По крайней мере Предварительно Пятое место их Вся надежда на Мун Тим Правильно Которые играют завтра Против Ноусори Там если тоже будет 1-3 То переигровка Какая-то получается Как-то так С этой серии закончили Уйдем на перерыв С этим каналом Тоже закончим Перейдем на канал Dota2RUHUB Туда прыгайте Там будем смотреть Следующий матч Здесь уходим Отдыхать До завтра Субтитры сделал DimaTorzok